Кто победил в конкурсе на самого правдоподобного азиатского двойника Элвиса Пресли? И где устроили образовательную ярмарку, посвященную марихуане? Об этом и не только в нашем обзоре. В филиппинском конкурсе двойников короля рок-н-ролла приняли участие 23 мужчины из пяти азиатских стран. Их оценивали не только по внешности, но и по умению передать манеры певца. Участники пели и танцевали на сцене в характерном для Элвиса стиле. Победил в состязаниях местный житель Юн Эспиноса. Он поедет на родину Пресли в американский город Мемфис. Американский крейсер Индианаполис времен Второй мировой войны нашли на дне Тихого океана. Поисками занималась группа из 13 исследователей под руководством сооснователя компании Microsoft Пола Аллена. Обломки судна обнаружили на глубине более пяти метров. В 1945 году Индианаполис затопили японские военные силы. Это наиболее массовая гибель личного состава корабля в результате затопления. Тогда погибли почти 900 человек. Конопля не для развлечений. В Мехико устроили образовательную ярмарку о каннабисе. Туда пригласили экспертов, активистов и юристов, которые рассказывали посетителям, чем полезна марихуана. Кроме конференций и дискуссионных панелей, на территории ярмарки работали 60 разных выставок о конопле. Организаторы говорят, хотели изменить негативное отношение людей к этому растению. В Мексике марихуану легализировали два месяца назад для использования в медицине и науке. В Великобритании нашли золотой кулон, которому более полутора тысячи лет. Его обнаружил местный житель городка Оттелбора прямо в поле с помощью металлоискателя. Скорее всего, редкое украшение изготовлено Франции в VI веке. Находка имеет форму византийской монеты. На ней изображен император Юстиниан. В прибрежных водах Великобритании дайверы начали исследовать затонувшее судно XVIII века. Историки надеются обнаружить на дне старые монеты и золотые слитки. Работа предстоит трудоемкая. Сначала остатки судна нужно выкопать из песка, а потом поднять на поверхность.